Сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и энергетика. Эти сферы станут приоритетными в укреплении казахстанско-сербского сотрудничества. Сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Сербии Александр Вучич. Главы двух государств тепло поприветствовали друг друга, подвели итоги проделанной работы и определили планы на перспективу. О казахстанской сербской модели дружбы расскажет Елена Шрайбер. О том, что у сербского лидера особое отношение к Казахстану, говорит даже приветствие президентов. Оно теплое и дружеское. В Астане Александр Вучич не в первый раз. В прошлом году посещал выставку Экспо, еще годом ранее был в качестве премьер-министра. Как позже отметит зарубежный лидер, Астана поражает своими темпами роста. Ни один город мира не развивается с такой скоростью. Потому президенту Сербии приятно вновь возвращаться в Казахстан. Теперь об Астане будет напоминать и этот орден, доступ к первой степени. Его вручают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. В свою очередь Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия. Поблагодарил за традиционно теплый прием и отметил вклад президента Казахстана в развитие двусторонних отношений. Дружеский характер взаимоотношений между нашими странами нужно развивать и дальше, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. При этом упор стоит делать на экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года Казахстан и Сербия наторговали на сумму почти в 42 миллиона долларов, а за 7 месяцев этого года почти на 17 миллионов. Это и техника, и мебель, стекло, и химическая продукция. Теперь же в приоритете развивать другие отрасли. Сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и энергетику. Вспоминаются визиты и договоренности наши достигнутые. Товарооборот, к сожалению, еще не такой большой, но у нас есть хорошие перспективы сейчас. По логистике, по транспорту, коммуникации, по оборонной промышленности, сельскому хозяйству, фармацевтике и строительству. Думаю, что мы этот визит ваш используем для того, чтобы еще дальше продвинуть наши с вами отношения. Со своей стороны, казахстанцы готовы участвовать в вашей стране в инвестиционных проектах. Думаю, что ваш визит, наши переговоры принесут успех нашему сотрудничеству. Уже есть конкретные проекты. Между Казахстаном и Сербией их немало. Сегодня в нашей стране работают 20 компаний с участием сербского капитала. В нашу страну инвестировано около 4 миллионов долларов. Казалось бы, географическая удаленность должна затруднить экономическое сотрудничество. Но сегодня Казахстан и Сербия обладают необходимым потенциалом для взаимодействия во многих сферах. К тому подтверждение уже реализованные проекты. Например, сербские компании принимали участие в строительстве станции метро в Южном мегаполисе, реконструировали автодорогу Астана-Алматы и не прекращается и строительство жилых объектов. То есть перспективы есть, причем они взаимовыгодные. И нынешний визит Александра Вучища позволит заложить фундамент для новых договоренностей. Нурсултан Назарбаев заявил о готовности расширить ассортимент поставляемой в Сербию продукции. Экономики вполне могут дополнять друг друга. Мы заинтересованы в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой. Продолжаются экспертные переговоры по созданию зоны свободной торговли Евразийского экономического союза с Сербией. Наши официальные переговоры перейдут в деловое русло в предстоящем бизнес-форуме сегодня, по итогам которого будут подписаны важные экономические контракты между нашими бизнес-структурами. Вместе с бизнесменами в сербскую делегацию вошли также министры и мэры городов. Как признался Александр Вучич, это дает возможность обменяться опытом и лично оценить все преобразования Астаны. Отношения между нашими двумя странами, как и подобает дружественным странам, очень хорошие, конструктивные и обладающие перспективами для их дальнейшего укрепления. Надеюсь, что этому будет способствовать и сегодняшняя встреча. Мы были бы очень рады, если бы вы скоро открыли посольство Казахстана в Белграде. Это наша большая просьба для вас. Я выражаю надежду на то, что мы продолжим практику встреч на самом высоком уровне и что вы окажете нам большую честь и скоро посетите Сербию. Помимо политических и экономических договоренностей, Казахстан и Сербия объединяет и культурно-гуманитарные связи. Например, в 2016 году в Астане появилась улица имени ученого Николы Теслы. Тогда же в Белграде открыли бюст Казахскому Акыну Жамбулу Жабаеву. Связывают две страны даже футбол. Сколько раз на столичном стадионе Астана-арена скандировали имена вратаря Ненада Эрича и защитника Антония Рукавина, игроков футбольного клуба Астана. Возможно, очередная встреча Нурсултана Назарбаева и Александра Бучича продвинет казахстанско-сербские отношения на новый уровень и позволит углубить взаимодействие в других, совершенно новых сферах. Елена Ширабер, Ирбалдаиров, Хасину Маркулов и Алмасу Маргалиев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар-24. Астана. Нурсултан Назарбаев встретился с верховным имамом Аль-Асхра, Махшейхом Ахмадом Ат-Таебом. Глава государства отметил, что участие гостей такого высокого уровня в шестом съезде лидеров мировых и традиционных религий имеет важное значение для Казахстана. Как отметил президент, с учеными университета Алясхар, Казахстан связывает давние отношения, потому участие верховного имама в съезде будет большим вкладом в общее дело. В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога. Поздравляем вас с приездом в нашу страну. Вы будете участвовать в нашем мероприятии. С университетом Аль-Асхар нас связывают давние отношения. Мы знакомы с деятельностью его ученых. Уверен, что ваше участие в съезде будет большим вкладом в наше общее дело. Благодарю вас, Нурсултан Абишевич, за приглашение принять участие в работе форума. Со временем моего первого визита в Казахстан ваша столица, Астана, очень преобразилась. Здесь появилось много красивых зданий. Нурсултан Азарбаев также провел встречу с заместителем премьер-министра Казахстана Оскаром Жумагалиевым. В ходе разговора вице-премьер доложил главе государства об итогах проведения инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне. По словам Аскара Жумагалиева, иностранные предприниматели заинтересовались вопросами приватизации, а также инвестиций в экономику Казахстана. Кроме того, заместитель премьер-министра доложил президенту Казахстана о результатах двусторонних встреч, проведенных в рамках инвестиционных форумов. В завершение Нурсултан Азарбаев дал ряд конкретных поручений. В рамках реализации ваших договоренностей по итогам ведения Соединенных Штатов Америки и Великобритании были проведены инвестиционные форумы в Лондоне и в Нью-Йорке. В результате было более 150 конкретно в Лондоне компаний, и причем они продемонстрировали очень большой и глубокий интерес к приватизации, к инвестированию в Казахстане. Мы провели целый ряд панельных сессий по приватизации государственных активов, по инвестиции в экономику Казахстана, по возрождению Великого Шелкового Пути и развитию транспорта в логистике, по роли инновации цифровизации, а также презентовали МФЦА. В рамках визита президента Республики Сербии Александра Вучича в Астану прошел Казахстанско-сербский бизнес-форум. В нем принял участие сам глава Сербии и премьер-министр Казахстана Бахаджан Сагентаев. На форум также приехали около 100 представителей официальных лиц и бизнеса сербской стороны в таких отраслях, как АПК, химия, туризм, медицина, транспорт и телекоммуникации, а также представители регионов Казахстана. Как стало известно, сегодня товарооборот между двумя государствами составляет около 300 миллионов долларов. Стабильно работают 20 совместных предприятий. Стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и подписали четыре меморандума о работе в сфере воздушного транспорта, обмене опытом в отрасли строительства, взаимопонимании в сфере молодежной политики и взаимодействия между научными институтами ветеринарии Казахстана и Сербии. Результатом активных двусторонних переговоров стал новый инвестиционный проект в Астане стоимостью 1,2 млрд долларов. Мы заложили капсулу на миллион квадратных метров, на 62 гектара. Значит, там будет практически город в город. Там будет город-спутник, будут все сооружения, как в каком-то городе. Будет очень модернный, зеленый город. Значит, это примерно инвестиции около 1,2 млрд долларов. Там будут детские садики, будут школы, будет парк, будут развлекательные комплексы, будет театр, будет маленький стадион. Но значит, все, что есть в одном городе. Там будет жить примерно 20 тысяч человек. 50 млрд тенге дополнительно выделит государство на строительство новых школ. В ближайшие годы планируется полностью решить проблему трех сменок. На продление программы «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года будут выделять по 30 млрд тенге ежегодно. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. В правительстве презентовали общенациональный план мероприятий по реализации послания президента. Он предусматривает реализацию сотни пунктов по шести ключевым направлениям. Это повышение доходов населения, качество жизни, здравоохранение, образование и улучшение жилищных условий. Как отметил Тимур Сулейменов, республиканский бюджет будет пересмотрен с учетом поставленных задач. С 2019 года минимальная зарплата будет повышаться поэтапно. Возрастут и оклады работников бюджетных организаций. В целях защиты доходов населения будет обеспечена прозрачность механизма тарифообразования, а также использование средств потребителей коммунальных услуг. В следующем году мы примем программу развития регионов до 2025 года, где будут указаны проекты и объемы финансирования. Продолжится реализация госпрограмм «Нурлжол» и «Нурлжер». Проблема трехсменных школ остается актуальной более чем для сотни школ страны. Не решен вопросы по 16 аварийным учебным заведениям. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Как ведомство планирует решить проблему, а также повысить статус педагогов и эффективность образования, узнала моя коллега Гульнара Хасан. Переполненные классы и занятия с раннего утра до глубокого вечера. Эта проблема знакома ни одной сотне педагогов и школьников. Только в Акмолинской области в тресмины работают 11 школ. В прошлом году их было всего 5. Действительно, в регионе есть трехсменные школы. Проблема возникла за счет увеличения числа учащихся в первых классах и связана с миграционными процессами по областному центру и в районах, прилегающих к столице. Ценоградский район и Аршалинский район. В целом по стране больше ста трехсменных школ. Решить эту проблему планируют за счет строительства новых учебных заведений. Больше половины из них возведут за счет государства. Дополнительно выделят 50 миллиардов тенге. Тем не менее, средств может не хватить, отметил Ерлан Сагадиев. Трехсменных школ 127, 63 школы строятся, 11 предусмотрены из республиканского бюджета. Еще на 27 школ мы изыщем средства благодаря дополнительному финансированию. Но остальные могли бы построить с помощью бизнеса. Предлагаем адаптировать программу Нурлужер для частных компаний. К примеру, выдавать льготное кредитование по примеру программы 7-20-25. Просим провести совещание с Акимами, Нацбанком, заинтересованными органами и компаниями. Глава ведомства обратился и к Акимам регионов. На сегодня из 45 аварийных школ вопрос по 15 так и не решен. В Костанайской, Жамбылской, Атыраусской и Восточно-Казахстанской областях. Нехватку сферы образования испытывает не только школ, но и педагогов. На сей раз говорили о дефиците психологов. В Астане, Алматы и Шимкенте на одного специалиста приходится более чем тысяча детей. В числе хороших новостей вес портфеля школьника. Как пообещал министр образования и науки, совсем скоро он всерьез полегчает. Ведомство планирует вести парные уроки. К примеру, два английских, две физики, две литературы. Книги будут выпускать по новому стандарту, учитывая вес и размер. А в школах, перешедших на обновленное содержание, их вовсе заменят на электронные учебники. Кстати, теперь в школу дети будут приходить более подготовленными. Качество дошкольного образования планируется повысить. МОН совместно с Акиматами до конца года разработает дорожную карту, где предусмотрят квалификационные требования и оплату труда для воспитателей и работников детских садов. Повышенное внимание к дошкольному образованию, к развитию дошкольного образования – это правильно, я считаю. Это будет очень большим подспорьем для учителей начальных классов, так как у них будет возможность работать на опережение, на развитие. То есть дети придут подготовленные. И здесь даже речь не идет о том, что будет легко их учить чему-то, а речь идет о том, что у них, у педагогов будет возможность развивать детей еще больше. Возрастет статус как педагога, так и воспитателя. Уже идет разработка соответствующего закона. Преподаватели освободят от несвойственных функций и непредвиденных проверок. Гульнара Хасан, Аманжол Байгазин, Хабар-24, Астана. В Таразе началось строительство студенческого общежития на 500 мест. Проект реализуется в рамках пяти социальных инициатив главы государства. Для этого в области выделена земля и утверждена проектно-сметная документация. Госсекретарь Гульшара Абдекаликова приняла участие в церемонии закладки фундамента нового кампуса и встретилась с молодежью региона. Социальная сфера будет построена на основе государственно-частного партнерства. 50% средств на строительство выделяется Таразским государственным университетом имени Мухаммада Хайдара Дулати. Остальную часть берет на себя строительная компания. Первую закладку фундамента общежития мы хотим заложить вместе. Сейчас нехватка мест в общежитиях – это проблема многих студентов. Будущий год ознаменован Годом молодежи в Казахстане. И в этой связи мы должны стараться помочь и сделать все возможное, чтобы решить эту проблему. А также развиваться и отлично учиться. По данным Жамбылского областного отдела образования, в регионе есть три общежития, рассчитанные на 1200 мест. Этого недостаточно. Исследования показывают, более 1600 студентов в регионе по-прежнему нуждаются в жилье на период обучения. Запретить родительские комитеты предложили в Казахстане. Об этом заявила руководитель столичного департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жизера Желкышиева. Она озвучила результаты анонимного соцопроса среди родителей, учащихся средних школ. Из 100 респондентов 87 сказали, что хотя бы раз сдавали деньги за детей в школу от 1000 до 10 тысяч тенге. Но ни один из родителей не заявил о фактах поборов в школах. В связи с этим предложено Министерство образования и науки обязать школы открыто публиковать свои бюджеты. Государствам сегодня обеспечивается достаточное финансирование образовательных учреждений. Средства выделяются на все необходимые нужды. Закон о доступе к информации, вы знаете, четко прописывает обязательства образовательных учреждений о необходимости публикации бюджета на интернет-ресурсах и иных доступных площадках. Пока общественность, пока общество об этом не заявит, искоренить бытовую коррупцию очень сложно. Система и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ должны стать единым стандартом и для государственных. Задачу, озвученную в ежегодном послании президента, выполняют в приоралье. В Казалардинской школе для одаренных детей «Мурагер» к внедрению новых форматов приступили два года назад. Поэтапно применили инвариативную форму обучения и международный стандарт системы оценок. Сократили учебную нагрузку и перешли на пятидневку. А за счет сокращенных часов открыли новые кружки и секции с профориентированным направлением. С начала текущего учебного года за счет сокращения третьего часа физкультуры мы смогли открыть кружки волейбола, футбола, хореографии, бокса и шахмат. Кроме того, с пятого по девятый классы преподавание таких учебных предметов, как информатика, физика, химия, биология проводятся на английском языке. За счет сокращения факультативных часов нам удалось увеличить до пяти часов в неделю уроки английского языка. Председатель Сената Касымжумар Тукаев провел встречу с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Насиром Абдул-Азизом Аль-Насиром. Он поблагодарил специального представителя за постоянную поддержку Астанинского форума. Касымжумар Тукаев сообщил о предстоящем создании Центра по диалогу конфессии цивилизаций на базе существующих организаций. Центр станет важным инструментом в деле продвижения целей и задач Астанинского саммита религиозных лидеров на международной арене. Аль-Насир поддержал данную инициативу, а также проинформировал главу Сената о подготовке к глобальному форуму Альянса цивилизаций, который пройдет в ноябре этого года в Нью-Йорке. В беседе с заведующим отделом по связям с Иславом Папского совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола мансиньором Халидом Акаши Касымжумар Тукаев высоко оценил деятельность Римско-католической церкви по поддержанию мира и солидарности, а также выразил признательность за поддержку Астанинского форума. По его словам, отношение между Казахстаном и Ватиканом – пример конструктивного взаимодействия, основанного на полном взаимопонимании и доверии. Спикер Сената отметил вклад казахстанских католиков в укрепление мира и согласия в нашей стране. Издать международный закон против распространения экстремистских материалов в интернете призывает Саудовская Аравия. Об этом заявил советник Королевства по делам ислама Абдула Ибн Фахт Аль-Лхидан. В Астане сегодня прошло заседание секретариата 6-го съезда лидеров мировых религий. Для участия в диалоговой площадке в столицу Казахстана прибыли больше 200 представителей традиционных религиозных течений. Участников приветствовал председатель Сената парламента Касым Жумар Тукаев. Он отметил, что Казахстан известен межэтническим согласием во всем мире и предоставление нашей странной площадки для укрепления толерантности закономерно. Сегодня Казахстан переживает новую волну своей эволюции и идеологическую трансформацию. Модернизация общественного сознания, заложенная в программе «Рухани Жангру», инициированной главой государства, является следующим этапом в реализации задачи по вхождению в число передовых стран. Главным лейтмотивом, который лег в основу духовной модернизации, стал тезис президента султана Назарбаева об открытости и восприимчивости к лучшим достижениям, которые существуют в современном мире. Это назидание президента полностью соответствует велению времени и, что важно, корреспондируется с идеями и целями съезда лидеров мировых и традиционных религий. Съезд начинает работу завтра, а участники уже определились с датой следующего заседания секретариата. Оно состоится в сентябре следующего года в Астане. Я думаю, что на конгрессе обсуждаются интересные и важные вопросы. Казахстан, как общий дом для множества этносов, может служить примером всему миру. Сейчас межрегиональный диалог полезен и необходим для достижения мира во всем мире. К 25-летию Казпочты выпустили юбилейные четыре марки. На всех изображены самые важные моменты в истории организации. К примеру, первая марка Артыл Алтын Сарбас. Первое – здание почты и телеграф. Сегодня компания обслуживает около 80 миллионов клиентов в год. Получателями их услуг стали почти 1200 предпринимателей. Более 6000 пользователей интернета совершают онлайн-платежи на официальном сайте почты. В четырех крупных городах открыты шесть цифровых офисов. В Астане и Алматы открыты e-commerce центры. Вы обладаете потрясающей историей, потрясающей традицией. Вы представляете свою организацию во всех уголках нашей страны. Наверное, не так много организаций, которые представлены с такой разветвленной сетью. В то же время, за эти 25 лет вы проделали большой путь. Вы все время менялись и все время соответствовали требованиям времени. В ближайшие пять лет производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции в Казахстане должны увеличиться в два с половиной раза. Преобразования в агропромышленном комплексе напрямую повлияют на качество жизни сельчан, уверены в одном из крупнейших командитных товариществ Северного Казахстана. Сегодня инновации, которые внедрили на ферме несколько лет назад, помогают предприятию успешно развиваться и расширять инфраструктуру села. Подробнее расскажет Ирина Панфилова. Красавица моя, умница. Малячко нам принесла, да? Моя девочка, любимая. Наталья Цех в Новонекольское переехала 24 года назад. 20 из них работает дояркой. Когда только начинала работать, коров здесь доили вручную. Сегодня цех полностью автоматизирован. В этом году уже 11 лет, как в товариществе установили канадскую карусель. Раньше группы стояли 40 голов. Я могла только, например, подоить. А сейчас я по тысячу даю. За 4 часа президент правильно говорит, что надо развиваться. Мы только будем стараться, будем трудиться. Для этого у нас есть все. И будем повышать экспорт. Ну, как говорится, у нас все есть. Качественное молоко, ряженка, кефир. Меня это, если честно, гордость берет. Я знаю, что мы здесь это сделали. Затраченные когда-то миллиарды на инновации уже давно дали результаты. И вот уже несколько лет новые технологии работают на развитие предприятия и инфраструктуры села. Два года назад в Новонекольском распахнул двери современных из культурно-оздоровительных комплексов. В день спортзал и бассейн посещают больше 50 человек. Есть всевозможные секции, занятия. То есть тренажерный зал, бассейн, игровые виды спорта. То есть отдельно есть лыжные гонки, хоккей, конькобежный спорт. То есть практически все зимние, летние, игровые виды спорта у нас развиты на сегодняшний день. Но это здорово. Я родился здесь, живу здесь, переезжать никуда не хочу, потому что у нас все есть и для молодежи, и для взрослых. В этом году глава командитного товарищества построил для рабочих хозяйства 17 домов. С каждым годом в селе становится больше детей. В планах фермера расширить школу и детский сад. А еще достроить современный супермаркет и новый мост через реку Исиль. Возводят его по госпрограмме государственно-частного партнерства. Стоимость проекта порядка миллиарда тенге. Старых половодья постоянно затапливало. Всего в Новонекольском проживают 1700 человек. Уезжать никто не торопится. Наоборот, сюда едут из соседних сел и районов. Знаете, в послании больше всего мне понравилось качество жизни. Это сегодня стоит самая-самая главная задача, которую мы должны выполнить. И сделать так, чтобы люди с удовольствием трудились на территории нашей Родины. Границу, мне всегда это беспокоило, между городом и селом ее надо порвать, чтобы в деревне создать такие же условия, как в городе. И тогда наша страна будет и накормленная, и напоенная, и люди довольные будут. Сегодня в Новонекольском выращивают практически все, кроме бахчевых винограда. Урожай этого года уже в закромах. Земля щедро вознаградила тружеников. Хлеб уродился. В среднем получили 27 центнеров с гектара. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Северный Казахстан, Хабар, 24. Первый жилищный кредит по программе 7-20-25 в Кокшетау был выдан 18 июля. Сотрудники банков-операторов говорят, что 80% заемщиков – государственные служащие. Презентационная работа ведется практически ежедневно в различных учреждениях и организациях. Те, кому одобрили заявки, заселяются в квартиры, делают ремонт и обустраиваются в новостройках. Ахмадина Смогулова продолжит. Молодой бухгалтер Марина Столярова купила квартиру в новостройке. Это ее первая ипотека. Рискнула, говорит она, ради расширения жилплощади. И хоть жилье в состоянии ремонта, она уже завозит мебель. Воплощает интерьерные задумки в реальности готовиться к новоселью. Хотелось бы закончить до конца октября, чтобы уже переехать и Новый год встретить в новой квартире. Просто мы искали, знали, что строится дом, что его будут в 2018 году вводить в эксплуатацию. А девочки на работе нашли информацию, что будет введена программа и ждали старта его. Акмолинская область входит в тройку лидеров. По активности в регионе одобрена 121 заявка на сумму более чем 1 миллиард сеньги. Во всех банках-операторах всегда готовы проконсультировать тех, кто хочет знать о программе 7-20-25. Итак, средняя стоимость квартиры в Кукшета от 8 до 12 миллионов сеньги. Потенциальные клиенты – работающие молодые люди от 24 до 40 лет. На сегодняшний день нами одобрено более 100 заявок на сумму свыше миллиарда сеньги. Главными заемщиками по данной программе в основном являются государственные служащие. Каждый работающий казахстанец на сегодняшний день имеет возможность стать обладателем своего собственного личного нового жилья. Кстати, только в этом банке на рассмотрении сейчас находится еще 90 заявок на сумму в полмиллиарда сеньги. Банковские работники говорят, что среди заемщиков немало сельских жителей, которые приобретают жилье в городах. И, возможно, их интерес станет главным фактором в развитии жилищного строительства в районных центрах. Одина Смогулова, Евгений Шенкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. Данелия Тулешева продолжает готовиться к детскому Евровидению. Оно пройдет 25 ноября в Минске. После победы в национальном отборочном туре у юной певицы и ее команды появилось очень много дел. Это и работа над песней, над образом съемки клипа. Жизнь Данелии Тулешевой стала еще более насыщенной. Совсем недавно она снялась в клипе на песню о Зенесен, которая принесла школьнице победу на национальном отборочном туре. Кстати, иметь свой видеоролик – это одно из условий участия в детском Евровидении. Я еду, во-первых, за огромным опытом, ну и, конечно же, за победой, потому что я думаю, что именно на каждый конкурс нужно ехать с такой целью. Я жду еще огромной ступеньки в мое будущее, в мою будущую карьеру. Озенесен – очень сильная песня. Она в полной мере раскрывает вокальные данные Данелии. Акцент сделали именно на этом, чтобы показать весь диапазон и всю палитру ее голоса. Нужно очень много предоставить материала ЕВС до того, как мы приедем уже непосредственно на финал. Но мы на самом деле работаем. У нас очень большая команда, в том числе и команда Хабара, которая нам помогает в процессе подготовки. Данелия всегда очень естественно ведет себя на сцене. В свои 12 лет она знает, как правильно преподнести тот или иной образ. За этим стоит очень большой труд, а еще семья, которая всегда ее поддерживает. Они всегда переживают очень сильно, они всегда ее ждут. И когда мы приезжаем с конкурсов, они всегда ее так окружают своим вниманием. Впереди у талантливой певицы два месяца упорных репетиций. А еще надо выбрать режиссера-постановщика, доработать песню, чтобы достойно представить Казахстан, который впервые стал участником детского Евровидения. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24. К этой минуте все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok